Огородная Азбука, я Ольга Чернова и сегодня, так как у нас масленица, с землей мы не работаем, я решила побольше времени вам уделить и рассказать о своем мнении, ответить на ваши вопросы, которые часто-часто поступают. Вот с весной опять у нас проклюнулся вот этот HB101 или NV101. Кто называет NV101, считают, что это натуральный виталайзер сокращенно. Кто говорит HB101, тот считает, что это японское название такое. Да, это японское средство с японского, а вернее вот это показывает, вытяжка там, японские кедры, еще что-то. Сейчас я скажу свое мнение и почему я не применяю его, и хорош ли он, и сколько вот стекает сомнений, все это мы подытожим. Однозрительница уже который раз нынче спрашивает, что я в прошлом году обещала начать применять и показать результат. Я сразу скажу, почему я этого не сделала. Опять по той же причине, из-за нашей удаленности от центра, из-за нашей, может быть, недообеспеченности. Я первый раз купила вот этот бутылек, замачивала семена, немножко брызгала рассаду и сказала людям, что я в течение года постараюсь его применить и посмотрю, есть ли разница. Но когда он начал подходить у меня к концу, я поехала опять в садовый центр, думаю, куплю два бутылечка, чтобы хватило надолго. Мне сказали, что мы привозим только к началу сезона, небольшую партию, все разобрали, теперь следующий привоз будет только в следующем году, весной. И сказали, что есть вот такой только, вот сухой порошковый, это то же самое. Придя домой, я прочитала, что этот порошок, гранулы раскладывают в верхнем почвокровном слое, весной и осенью, из расчета грамм на метр квадратный. Вот он стоит примерно 100 рублей, тут 10 грамм. На одну теплицу это надо уже 2,5 пачки. Если несколько теплиц, я посчитала, что чтобы положить один раз, вот его, мне нужно 2,5 тысячи, это дорого. Этот препарат тоже дорогой, он у нас 120-140 стоит. И самое интересное, что я прочитала в инструкции, в расширенной, не которая здесь, а вот которая дается производителям, что получите хороший результат только в том случае, если будете выполнять инструкцию по применению. А инструкция такова, делать регулярное опрыскивание 1 раз 7 дней на протяжении всего сезона. Только тогда мы гарантируем вам успех. Я посчитала, если в течение 5 месяцев, вот я высаживаю в апреле, май, июнь, июль, август, сентябрь, 5 месяцев, 4 недели каждый месяц, мне нужно будет сделать 20 опрыскиваний, вот всего участка моего. И по стоимости это выходят, ну такие очень большие деньги, которые овчинка выделки не стоит. И будет результат или нет, там написано. Результат зависит от регулярности и от точного выполнения инструкции. То есть, если я один раз или два пропущу это опрыскивание, я могу результата не ждать. Главное в нем, как написано, система систематически. И я подумала, что я обязательно забуду вот одно из 20 этих опрыскиваний. Я или не опрысну один раз, или вообще забуду. Вспомню, через 2-3 недели у меня загруженность такая, что мне пропосынковать бы, успеть подвязать, я еще буду вот этот HB-101 вспоминать, что надо именно сегодня. Я решила не опрыскивать, во-первых, из-за дороговизны, из-за сложности применения, что нужно обязательно систематически все это делать. Мне это не подошло. Почитала комментарии, люди пишут. Да, а, ну вообще хочу сказать, что это просто стимулятор. Стимулятор из кедра. Но из кедра из японского. Вот поэтому пишут, что он дорогой, потому что из японского кедра. И поэтому он ценится. Хотя чем японский кедр отличается от нашего сибирского кедра, я не знаю. Дальше расскажу про то, что сейчас уже начали своими руками делать такие. Ну вот, это стимулятор и как бы повышает иммунитет растений. А, еще это улучшает внешний вид, декоративность. Все. Ничего такого особенного в нем нет. Вот описание по действию, такое же, как эпин, например. Там тоже так же повышает иммунитет все. Обыкновенный стимулятор. От заболеваний ни от каких он не помогает. Если у вас, например, есть болезнь, он вас не спасет. Дальше я начала читать, и люди начали говорить. Кто-то вообще не заметил никакой разницы. Вот применяла она весь сезон. Ничего не увидела. И так растет, и так растет. Я решила, что мне не стоит тратить деньги, тратить свое время. Вот это вот заморачиваться. Если так хорошо растет, он мне не нужен. Поинтересовалась сегодня видеороликами. Вот видеоролики люди выкладывают про этот препарат. Одна женщина вот так его нахваливает. Она говорит, даже сама его пью. Он очень помогает. Но это уже похоже на какое-то помешательство. Потом я поняла, что к чему. У нее целая вот эта коробка, и в конце она говорит, кому нужно, обращайтесь к нам, мы торгуем. Если вы видите вот такой хвалебный видеоролик в честь какого-то препарата, и видите в конце, что она им сама торгует, то я не думаю, что нужно верить на 100%, что это чудо препарат, и сама она его пьет, и растение она опрыскивает. Скорее всего, вот это вот маркетинговые ловки, когда человек хвалит его и тут же продает, ясно, что он априори ничего плохого о нем сказать не может. Потом, сейчас заполонили видеоролики о приготовлении этого препарата своими руками. Люди показывают, как вот эти, женщина показывала, как она зимой идет куда-то в лес, еловые ветки, кедр там, ель, сосна, рвет, замачивает водки, потом делает настойки, опрыскивание. Возможно, оно и имеет какое-то такое как иммуномоделирующее действие, потому что мы все знаем, что даже больным людям, вот мне, например, с заболеванием легочной системы всегда говорят, что если поедете в санаторий, ехайте в сосновые бара, короче, в хвойных лесах, вот там вот это вот они выделяют, запах вот этот, он, да, он лечебный. Но если кто-то готов ездить за елками, там делать препараты, все, и потом даже не знать, поможет он или нет, то это никому же не возбраняется. Поехали вот, например, весной куда-то там за цветами или просто на прогулку, если у вас есть свободное время, наломайте веточек, сделайте по этому, по рецепту вот видеоблогера, который говорит, и попробуйте, может быть, вы увидите результат. Я сразу сказала, что я им пользоваться не буду, объяснила почему, потому что дорогой, потому что сложно в применении, и раз сказано, что получите 100% результат, только если будете полностью инструкцию соблюдать, но мало кто может прям от ада я все соблюдать, я сразу сказала, что я не смогу весь сезон делать 20 опрыскиваний. Делать эпизодически, вот взять один водолек и два раза спрыснуть, я тоже не хочу. Поэтому вот мое мнение такое, что кто хочет, применяет, кто не хочет, не применяет. Если кто-то увидит такие с ног сшибательные результаты, но я ни в одном видео, ни у одного блогера не увидела. Смотрите, вот, например, он сказал, вот этот ряд я обрабатывал HB101, а вот этот я не обрабатывал. Посмотрите, какая разница. Эти деревья, вот, ой, не деревья, а эти вот, например, томаты, больше на них завязи, они зеленые, они не валеют, а эти, смотрите, какие хилые. Если бы такое видео было, может быть, я тогда и сказала бы вам, что он действительно действует. Я вот видела человека, который называет свою фамилию, свое имя, а не просто так, где-то там за кадром, можно применять. Но таких видео я не видела ни одного. Обычно говорят, что он хороший, только те, кто им торгует. Ну, вот это мое мнение. Может быть, я не права. Я всегда согласна, если кто-то скажет, например, и приведет доводы, что он хороший, я всегда соглашусь, что я, например, ошибалась. Но я сама его не применяла и применять пока не собираюсь. Я так считаю, если и так все хорошо растет, зачем вот это все выдумывать, какие-то лишние японские средства из японского кедра. Росло всегда без этого японского кедра и дальше будет расти. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...